...казывается он. Окей, погнали. Ну что, Фогич, шансы у нас против Лины небольшие, но он может. Дэдбласт опять начинает. Интересно, что некоторые люди пытаются в историю войти разными способами. Дэдбласт один из таких, кто использует дешевые методы, чтобы его запомнили. Не надо так. Не надо. Фогич, во-первых, может пытаться сделать протектор, естественно. О, отлично. Фоги в топ-1, топ-2 орка выиграл. Да он не выиграл фокуса, он фокус проиграл. Пошла база. Он не будет. Спасибо большое, Секволт. Это фанатик переподписан. Да, очень много событий сейчас происходит в чатике. Всем добрый день, друзья. Болеем за Фогича. По сравнению просто с флаем и фокусом, Лин, человек такой. Человек, наверное, самый опасный из орков, в общем. Поэтому Фогич пытается сейчас... Приказывай. А, Фогич ждет. Молодец. Не знает усталости. Бьет иллюзии. Фоги не понял, где настоящий. Сейчас понял. Хватит ли ему? Вроде бы хватит. Сейчас еще одна прикопка. А, иллюзия. Угадал с нижним. Прикопка еще одна есть. Давай. И. 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 Минус блейд. У-у-у. Гранд пытается отменить базу. Фоги пытался... Ой, я оттолкнул хантреской. Что? Что? Ай, хорош. Ой, хорош. Второго блейда похоронил. На тоненького. Но это, блин, капец было на тоненького. Грамотный мир... Эти, мир ремейджа после прикопки. У-у-у. Вы видели? Блин, так четко вообще было. Да, мистер президент. Это... Это неконтролируемая штука. Неконтролируемая. Приходи сегодня на XCOM. Испытывай мое терпение, гад. Почти третий фей... Эээ, почти третий кипер. Ну, это сильный удар по таймингу орка. Как бы Блэйд вообще кукует, ничего не делает. А у тебя уже третий кипер, и ты спокойно ставишь базу. У-у-у. Кстати, как вы думаете, вот эти вот темы, которые появились... Эээ... У нас... Вот эти вот пёси, да? Типа... О-у-у. А-а-а. Вот эти вот шимеда, они... Они же, наверное... Не... Ну, всё-таки к паразитам относятся. Нужно всё-таки от них избавляться, правильно? Как-то всё-таки... Не останавливаться на... Однобуквенных высказываниях. Смотрите, кольца не продаёт, а всё, алхимику пойдёт. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Блэйдмастер бежит. Избавляться от псов, согласен. Шаминет, говорит Лиссориус. Шаминет. Блин, вот как ты... Как ты таким производным взял и... Ну, Михаил, ну... Хотя бы вслух бы проговаривал слова, которые пишешь. Серьёзный человек, воспитанный, интеллигентный. Шаминет у него там. Соколик. Орки без агилы, говорит. Ну, вот сейчас нужно подумать, каким макаром... Каким макаром нам эту базу прикрывать. Потому что Блэйд-то может прийти. Виверна, Сыха. В ПСИ Гвардию входит очень много модераторов, говорят. И прочих полезных персонажей. Неужели всех в расход? Всех расстрелять. Блэйд приходит, шахту отменять. А что мы будем делать? Персоналка, не персоналка. Вот думает сейчас Фогич. Типа лучше крипджекнуть Сыху, или лучше... Ну, поздно, очень долго думал. А может и нет иллюзии. Как же иллюзии спасают? Провожает. Не будет прикопки. Как же Лин чёток, а? Нечёток. У нас Т2, два барака погнали. Мы замедлили противника, но Сыха-то крепится. Грамотная Виверна, фирменная Линовская. Две? Серьёзно? Против двух бараков Арчей. Извините, Арчей, мы будем продолжать делать Виверн. Понравится. Пытался поймать Блэйда, но Блэйда... А где Блэйд, кстати? Он обошёл кем-то Макаром. Как он хитёр, а? Как он ловок. Видит, что Блэйд бежит. Пытается его поймать. Персоналки у Блэйда нет. Но Блэйд не успевает шахту убить. Чё? Это же видно. Пытается убежать. Тут есть ещё одна сова. Прикопка. Но дальше не будет продолжать. Шахта начинает работать с Сыха рядышком. Хорошо, что он не крепился это время. О, это очень нагло. Это очень нагло. Это прям очень-очень-очень-очень нагло. Прям без разведки можно наткнуться. И Слоу, и Сеточка на Виверну. Давай-давай-давай-давай-давай. Полетели. Ай, чуть-чуть не успел. Но Криппинг сорвался. Это раз. Виспы, чтобы меньше Хекса было. Блэйда гонят. Как-то очень агрессивно хорошо играет в Фогич. Вот будет он выходить сейчас из лимита? Будет продолжать давление? Или не будет? Кажется, будет. Кольцо только одно передал Алхимику, второе не стал. Боится за козла. Так, персоналка. Да ладно. Вот сейчас беготня уже идёт от Фогича. Что это такое? Почему сразу не вписался? Там уже отрезали одного гнола, самого главного. И пошёл выходить рабочий на базу. Висп хорошо задиспейлил. Гранта прикапывают. Шаманы тут же пытаются помочь. Помогают. Всё очень битое, потому что отравленное. И иллюзии от Блэйдмастера. Иллюзии. Сахани третий. Тайминг неплохой. Хантреску подконтраливай, подконтраливай, подконтраливай. Гранты довольно биты. Лайтнинг щилд, правда, уже. У нас свитка нет, увы. Лечения нет. Минус Виверна. Минус Шаман. Минус Арча. Спасает Кота. Спаси Арчу. Нет, не спасает Кота. Виспы Слоупочные, блин. Диспл, диспл. Ну, Кот, ну, Кот, ну куда ты, Абармот? Ну, куда побежал? Минус Грант, минус Кот. СХ третий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут, не знаю, прикопка минус Рейдер. Не, ну, вроде разменялся хорошо, а равный размен нас устраивает вполне. 45 на 40. Ну, и у нас база работает, а он должен сейчас нычку ставить вообще-то был. Маны нет на прикопку, он за нами бежит Блэйд. Блин, как же Арчу жалко. Вот каждую Арчу, а каждый вот этот вот крик мне... Пурч еще один. Еще минус Арча. Да, Линжозок. Еще одну штрафует. Лучше бы они не подходили на подкрепе. И пошла база строится. Ладно, у нас есть две с половиной минутки до момента, когда база доделается. Т3 доделывается уже у Фогича. Это значит, Арба и меткость скоро лечится. Бутылки взял, деньги потратил. 50 лимит. А сейчас бы Крипджекнуть, а его где-нибудь, а? Ну, сложно, потому что вышки есть. Кота забыл. Стоит она. Жду приказа. Выманивает. Забегает на фонтан. Улучшение завершено. Это Арба. И это меткость. Сто процентов меткость. Должна сейчас быстро идти меткость. Быстро идти меткость. Сейчас пропадет, я успокоюсь. Орк Крипеца. А Фогич правильно... Да, меткость заказал. Фогич просто бежит базу отменять. Это хорошо. Он выиграл себе еще полтора минуты по экономике. Может быть, имел смысл поймать Орка здесь на Криппинге. Но на фонтане сложно с Орком сражаться. Веспы в атаку идут. 51 лимит. Выбивает все-таки. Маска Соби появляется. Хороший артефакт. Но нам нужны свитки сейчас. Выход из лимита. Веспы все правильно делают. Фогич. 53 на 50 где-то. 48. Но выход есть под 60. Там без штрафа. Второй уровень только у Алхимика. Свиток лечения сейчас приобретет он. Сзади подходит враг. Сзади подходит враг. Свиток защиты. Блэйд нарезает. Это чинит. Минус Виверна. Сразу теряется Виверна. Четырехлимитная. Хорошая. Прикопка на рейдера. Но он не успевает уйти. Арба работает. Свиток может сразу... Нет. Свиток читает хорошо. Спас Арчу. Хантреску съели. Кадоя сразу начинает фокусить Арчи. Молодцы. Меткость сделать как раз по таймингу под это сражение. 40 лимита у Фогича. Гранты бегают за Арчами. Блэйд нарезает. Минус Грант. Минус Арча. Осталось два геро... Ой. Тут Арча шаману убьет. И в хайт. Нет. Не в хайт. В хайт. В хайт. В хайт. В хайт. Нормально. Хорошо. Хорошо же, не? Минус вышки. Отстреливаем. Правда Арба не работает на вышке. Жалко с Арбой стрелять. В этом время еще протектор строится у нас на экспанде у врага. Минус Грант. Арчу отконтроливаем. Свиток. 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 Прочитай. Ааа. Став уже купил. Став купил и спас Арчу. Это минус лин похоже. Свиток. Ай блин. Мог спасти Арчу Свитком. Все. Сейчас идем. Отменяем. Просто ему эксп. Протектор жалко. После телепортации. Ну что ты делаешь-то? Кто нарушил наш покой? Все. Отменяем. Эксп и додавливаем. Не. Размин очень хороший. Вы что? Конечно. Уфо. Там 40 лимитов у этого. 39. И все. Снова покарали базу. Став пошел по-быстрому. Чтобы кипер... Кипер. Может он вторую арбу возьмут, а? Нету, к сожалению, денег. Арча контролит. Случайно. Сюда нужно быстро наподкре... Спасать кота. Просветил Арчу. Как он знает вообще? Хитер, бобер, а? 57 лимита на 50. Очень плохая позиция сейчас у Фогича. Очень плохая. Арчи подставляются. Минус одна, минус вторая. Нет хай там. Свиток лечения есть. Прикопка рейдера. Лайтнинг щилд на иллюзию. Свиток. Свиток поздно. Потеряли Хантреску, потеряли Арчу. Убили рейдера. 52 лимита. Минус грант. И телепорт. Может быть и правильно. Ну что, базу убили. Зачем нам здесь размениваться под вышками? И Патма еще выходит. Отлично. Можно выпустить Патму? Я надо Арбу купить Патме сразу же. Еще одну. С двумя... С двумя Арбами. Ну лечи Арчей, пожалуйста. Возьми Патму. Возьми Арбу. Давай. Молодец. Став еще взял. Красава. Все, побежал на красную. А противник тоже на красной точке. Да нельзя, конечно, давать. Тем более, что у нас якобы преимущество здесь. Но Линчанский очень ловко окружает командира Ограф. Очень быстро его убивает. Прикопка. На кого? На СХУ. Взял. Ой, можно СХУ убить. Да, минус СХ. За счет Орб. За счет Орбы нанес урон. Да, 1-0. Фоги Лина. Что? Что? Не понял. Не понял. Спасибо, Вартилекс. Так, ладно, давайте посмотрим, как Getting Over It проходится тасом. Но меньше минут. Это финал? Это в нижней сетке играет. Финале Мун. Сейчас вот не будет этого. Во. Это типа запрограммированные движения, насколько я понял просто. Во. 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 Прошли. Легкая игра. О, там еще подарки от Идникен. Спасибо за подарочки. Да, неожиданно началось сегодня от Фоги. Очень. Но, наверное, самый важный момент прошлой игры был это как раз сражение за экспант. И да, Миша, а можно смотреть твою трансляцию, но болеть не за Фоги, а за то, что Орда победит. Нет. Мне сейчас придется сначала включать, я только пришел. Ну, отлично, тебе понравятся игры. Просто если ты за Орка болеешь, ты получишь колоссальное удовольствие. Обязательно посмотри первый матч. Обязательно. Вот, а мы посмотрим на второй. Мы посмотрим на второй. Что там за карта, что там за страты. Ключевой момент, повторюсь, строящаяся база, Блэйдмастер, с иллюзиями, с грантом, который пытается нанести урон, запутать следы, но не успевает. Че всем дарят, а мне ничего, никогда ничего, стариков бежать. Там рандом, главным образом. Еще раз привет, я знаю, как в Орк Мироре, где непонятный никнейм, определит Лина. Тот Орк, который тратит на лево и на право ресурсы, Лин. Окей. В моменте с Экспандом рядом был в Фоге. Рандом был или в Фоге все четко сделал? Там, безусловно, был рандом. Ну, то есть, смотри, когда Блэйдмастер делает иллюзию, появляется два человека, и даже Орк не знает, с какой стороны какой появится правильный. То есть ты... Ну, для того, чтобы определить иллюзию и сразу ее протоковать, ты... Ну, это нужен лак. Просто нужен дикий лак. Что ж такое? Мать! Вот. И Фоге Чу... Вначале он неправильно прочитал иллюзию, но после... После двух... После двух Мирор Мейджа, по, видимо, отступлению врага, он, во-первых, на рандоме правильно проатаковал Блэйдмастера, и потом продолжил его правильно атаковать, ну, видя, как Лин его отконтраливает. Это было круто. Жень, тебе тут эта самая еда. А еще привет от этих, от курьеров, которые не смогли проиграть через шлагбаум. Ну, они не позвонили, ни мне, ни тебе. Окей. Так. Я должен защитить эту... Природа не знает усталости. Нужно больше лунных колодцев. Приказы. Кто нарушил наш покой? Сразу разведочка есть на экспанде. Какая пинга у игроков? Ну, у Лины, я думаю, где-то в районе тридцатки. У Фогича 200+. Крочек поддержал ваш канал на 200 рублей. Спасибо, Крок. Вчера вроде, да, ты приходил? Тоже на X-Чоми был. Ну что, по таймингу у нас, как бы, база уже должна идти скоро. Блэйдмастер с когтями, это, конечно, упростит ему нанесение урона. Хотя, леса нет, да, для экспанда пока еще. Но леса... Да, надо собирать его. Привет, конкрет. Давненько ты не отписывался. Бетонный ты наш. Да, пошла база. Стандартно, можно сказать, месте. Иллюзия присматривает за Блэйдмастером, перебивает лечение. Ох, уж эта механика, да, с тем, что иллюзия перебивает лечение. Хоп, 33 золота сразу. Находится неподалеку козлик, боится, что Блэйдмастер прибежит. И правильно делает, что боится. Первый кот готовится. Где опасность? Так, ну сейчас Блэйдмастер как бы ожидаемый. Я не уверен, что ему стоит в такой динамике даже, ну, вписываться в древо жизни. Особенно, ну, и в флэшбаке еще есть. Да, Биэлл Блэйд, молодец. Да, Блэйдмастер Дзюбей. Чтобы манивать нейтралов будет, или будить их будет, чтобы... Чтобы Блэдласт пошел. Ну, чтобы сложнее было крепить. Но вообще успеет... Успеет закончиться Блэдласт. Учитывая, опять же, что нычке еще нужно там 20 секунд. Плюс выкопаться, дойти. А, он заранее собирается крепить. Тогда да. С иллюзией. Ну, это хорошая тема. Иллюзию подставляет козла. Блэйд рядышком. Ну, потому что у него... Прикапывает. Добивает одного. Принимается за Тролля. Тролля не добивает Блэйд, несмотря на пинг. И у козла есть еще одна прикопка. В целом он может... А, добил Блэйд. В целом можно остановить Блэйдмастера. Через... Ну, через прикопку. Прикопал. Добил. Артефакт взял вроде бы. Ой, я не проверил. Может и не взял. Блэйд взял артефакт, да? Какой здесь плюс 9? Плюс 9 когти. Как он дотянулся? Когти плюс 9 у Блэйдмастера. Там дистанция такая была, но он все равно дотянулся. Ну, это не смертельно, но... Да, надо было раньше прикапывать, согласен. Это ошибка Фогича, безусловно. Какой счет? 1-0 в пользу Фоги. Владимир. 1-0 в пользу Фоги. Идет атака с Шадоу Хантером. Это обманка, кстати. Фоги не ожидает, что здесь... Что здесь СХ будет. Ну, это очень наглая тема. Ну, типа, ты просто СХ уберешь и прикапываешь. Окружаешь Хантресками. Ну, правда, там выталкивать можно. Бо-3. Да, Бо-3. Победитель с Colorful играть будет. Но вот эта беготня Шадоу Хантера, она... Может быть, и не такая плюсовая. Ну, то есть, ты даже должен все-таки как-то... До уровня. Подчеркивание, поддержал ваш канал на 300 рублей. И молчат главные все. Спасибо большое за саппорты, там прилетающие периодически. Змейка минус. Ну, оситочку, оситочку. Чего оситочку не кидаем? Кинул оситочку, но поздновато. Блэйд нас отвлекает на шахте. В очередной раз мешает добыче. И два Кадоя. Какая-то новая стратегия от... Так, подблочил. Надо винблок тратить. Можно добить, кстати, этого клыкара. Он сам идет к тебе. Добей его, добей его. Молодец. Кадоя прикопал. Энтов вызвал, пошел вперед. Охота на Кадоев. Защищайте Кадоев. Жезл похищения маны. Энтов миллион. Высасывает ману. С Блэйдом сложновато, конечно. Шаманы разуплотняют. И за Энтов очень много опыта дали. Но зато у нас база достроится. Это хорошие новости. Что за камбэк от Калорфула? Пропустил достойные катки. Нет, почему? Калорфул в лазерах. Мун в суперфинале. Просто там 4 человека осталось сейчас. Мун в суперфинале. Калорфул в финале нижней части сетки. А Лин с Фогичем воюет, собственно, за... Фоги вроде как хорошо крипджекает, блин. Кольцо регенерации. Осидка хорошая. Арчу подрезали сзади. Хантрыски не могут подойти за Кадоев. Смотрите-ка. Просто вот хотят, но не могут подойти. Помогает. Ну, прикрывает своих... Арчи и Фогич. Но вот как здесь вписывается за нычку, я не знаю. Как только подходишь сразу. Вот сейчас будут сжать наших котов. Минус 3 лимита. И надо типа вписываться, но ты сейчас... А, там нет маны. Там нет маны. Спасаем. Спасаем, спасаем, спасаем. Хорошо. Минус кодой. Минус кодой спасли кота. Правда, съели еще одного. Минус шаман, минус Арча. Еще минус шаман. Блин, алхимиков, телепорт. Козла убивают. Гранта успеем добить? Не успели. Так, у Фогича Касари на руках. Здравствуйте. Давайте-ка мы немножечко потратимся. Отстроимся. Тайминговый магазин я вижу у Фогича. Еще проблемы. Проблема. Где магас вот реально? Тайминговый магас пошел. Алхимик второй. Бутылка жизни полезная. За свитками пошел. Это правильно. Лучше два свитка сразу перекупить. Три свитка. Раз, два, три. Молодец. Инвул взял третьим. Вот это может нам дать возможность контратаку достойно организовать. Правда, все красное, блин. Тяжело. Может Шредера взять? Денег все равно валом. Висп на разведке умирает. Талисманов эвэйджен. Шредера взял. Ну и что сейчас делать? У нас телепорта же нет. Козел за телепортом побежал. Потому что иначе не успеваешь. Надо ТПшиться. А тут уже вышки расставлены. Опасный момент, блин. Виспы выходят. Телепорт аккуратненький. Лечение второе есть. Хорошо. Ой, вышки бесячие, конечно. Бесячие вышки. Т3 делается? Не делается. Мы на Т2. Вышки отстреливаем. За них дают опыт. Один свиток лечения мы уже потратили. Что делать сейчас? Что делать? Проверил видит вышки. Либо идти на мейн атаковать. Тут все очень плохо застроено. Магазин. Один бору на отшибе. И весь продакшн не прикрыт. Но бежать сюда на две вышки я бы не стал, конечно. Шредер! Нет! Как ты там? Как ты? Ё-моё! Блин, у Шредер как? И Фоги идет в лобешник бить. Не успеет. Все, отступает. Вариантов немного. Первый вариант это бежать на мейн. А, Лин, смотрите, как еще сеточка. И все, и расстреливает. Протекшн сейчас ждет свиток лечения. И Вэйджин продал. Свиток взял. 61 лимит. Но не сюда. Не надо сюда идти. На мейн. На мейн надо идти. Ну, либо крепится, да. Либо Т3 прожимать и крепится. Но он не прожимает Т3, значит, все-таки будет... Будет атаковать. Здесь можно получить хороший артефакт. И ауру, кстати, хорошую. Анкри Инкарнации. Сзади подходит Блэйд. Его прикапывают. Лечение. Надо паладиновскую ауру, наверное, взять. Хорошие виспы могут быть. Наши Shadow Hunter, правда, только все. Лечение неплохое. Позиция хреновая, потому что... Нас еще тролли атакуют. Минус 2 арчи уже. 57 лимита. Да там столько же. 56. 56. Да, ситуация складывается не очень хорошо. Леса нет на Т3. Фоги стал заложником сейчас вот. Отсутствие ресурсов своих. Он должен только арчей штамповать. И идти в атаку. У него нет леса, просто даже на арчей. Ну, надо заказать пару виспов. Алхимик возвращается. Видимо, закупился. Алин не отпускает. У него такой затаренный Блэйд. Он идет в атаку. Став, наверное, возьмет. Прибегает Линчанский. Да, эта игра, конечно, идет совсем плохо. Минус магас, минус барак. И нички еще при этом работают. Лайтнинг щелды пошли на арчей. Их прячут. Лечение пошло. Еще Лайтнинг щелд на Блэйда. Еще Лайтнинг щелд. Свиток лечения. Алхимик должен лечить. Прячет контреск. Красиво, конечно. Падает первый Гранд. Очень много красных юнитов слева. Минус рейдер. Минус арча, минус Гранд, минус рейдер. Еще лечение, еще лечение. Слушайте, здесь хорошо Фогич посражался. Только надо сейчас доконтролить. Все, еще минус Гранд. Молодец. Очень все битая оркам. Ману пропей, лечение. Продолжай. Ну, Козла доконтроливает. Ну где? Ну где лечение, алхимик? Лечение хреновое. Выходит Хантрески. Все красное. Сейчас развалится может все резко. Минус Гранд, минус Арчи. Блэйдмастер с когтями дикий. Шаманы падают, Арчи падают, Хантрески падают. На руках Косарь. 40 лимита. 50 лимит, но там денег нет. Слушайте, еще можно сражаться. Придется бутылку выпить. Природа не знает усталости. Как же он сейвит? Просто сейвит. Контроль очень хорошо Элина, конечно. И он остается на базе здесь. Я готов. Разрозненные Арчи не могут ничего сделать. Пытается тыкнуть на Сыху. Прикопки нет. Есть Анг. Да, но это уже не вытаскивается. Алхимик выходит. Персоналка, но там есть вторая сетка. Успевает уйти на персоналки. Да, тяжело смотреть. Да, тяжело смотреть. 1-1. Ну, здесь было несколько интересных ходов. От Лины нетипичное отсутствие стартового криппинга. Дважды он отменил прикапывающуюся шахту у Фогича. Чем замедлило его экономическое, так скажем, развитие. Кадо им, на мой взгляд, хорошо зашли. Они мало того, что... Они просто своим присутствием. Они просто своим... Валерия Скроу скидывает картинку с одной из трансляций. Кадо им не позволяли котам долгое время просто подходить. Стоит два кода, и четыре хантрески боятся. Ну, потому что они не знают, кого съедят. Им вроде как нужно вписываться. А как только они подходят, там уже два шага, и кода их ест. Ну, когти плюс девять, да, это тоже такая минус мораль. На самом деле, ты понимаешь, что это твоя ошибка, что ты не прикопал его раньше и дал возможность человеку дотянуться. Но, опять же, если мы вспоминаем пинг-200, вот как раз в такие моменты он может и проявляться. Когда, ну, ты по стандарту прикапываешь его в один момент, а раньше его нет смысла прикапывать. Потому что прикопку пропадет, он возьмет и добьет этого. Рочи поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Хотел попросить совет, если можно, у чатик и у Микера, в частности, если это возможно. Вы крутой коллектив, и опыта вам не занимать. Подводка какая-то очень серьезная. Ну, вот, а зачем ты это самое саппортишь? Просто бери в чате и задавай вопрос. Но в одном ты прав, у нас экспертов прям вагон, ты чего? У нас такие люди. То есть эльф решил второй раз в спадной схеме прокатить, а орк удивил? Нет. Тут никто никого особо не удивляет. Тут стратегии не меняются месяцами. Меняется исполнение, меняются нюансы. Но Лин, да, немножко подстроился. Дрейк П. Привет, Беляк. Добро пожаловать в чатик. Привет, привет. Сейчас тебя защеглят. Аспирант подойдет. Все дипломированы, говорит Орел. Микас говорит, кто-то хочет задать вопрос по аниме? Сейчас заинтриговал Крок, на самом деле. Что за вопрос? Я уверен, что пацаны помогут. Жжет диски, привет. Спасибо, Аспирант, за подарочек. Кстати, друзья, я вам хочу еще разок показать, что в бета-профиле у нас появился достаточно давно, но постоянно обновляется новый плеер. Вот он называется плеер. Его включили пока, всего 451 человек. Это плеер с новым движком. Там низкая задержка встроена, то есть не нужно ставить эту галочку. Он стартует очень быстро. И там даже работает какое-то автокачество. Поэтому, если что, тыкайте, тестируйте. Мы уже начали собирать стату по проблемным товарищам. У трех человек там лагает сейчас. Перемотка стрима работает? Нет. Перемотки там нет. Аспирант подарил один премиум. Крокорч Роза Фукспири подписан 16 месяцев. Крочк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, основы поднятия скилла WC3 заранее спасибо. Так, подожди, подожди. Основы поднятия скилла WC3. То есть, ребята, ну тут целая поляна просто. Тешский поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да, дальше и к чём. Привет, Чумандер. Хорошего стрима. Дальше и к чём. Дальше и к чём. Основы. Тут огромное поле для возможностей. Основы. Основы поднятия скилла WC3. Основы. На мой взгляд, основы. Это что? Желание. Желание. Время свободное. И... Всё. Играть 24 на 7. Ну, это не всегда. Слушай, мы... Есть... Всегда были люди, которые играли много и не получалось. И бывали люди, которые... Да, хорош. О, нифига себе. ...подержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает. Спасибо. Очень интересно. Так, подождите. Это же... Это же... Подожди. Это... Это... Это пуховский аккаунт? Или это... Подождите, подождите, подождите. Подождите, подождите. Михаил, какие у тебя по итогу моды стоят на хчёме? Нет. Я не помню. Случайно. Только... Только обычные. Списка где-нибудь. Нет, списка нет. Может, где-то есть, но списка нет. Подождите. Есть 4Х... Это... Это пуховский аккаунт? Или это другой, более... Более олдовый товарищ? Не, мне кажется, это пуховский аккаунт. Нет, не пух. Нет, не пух. Sorry. Sorry. Я забыл уже. Не помню. Не помню. Просто у пуха клаун пух и всё. И вот я... Нет, не пух. Более старый. Да, да, да. Не, пух тот ещё щегол, конечно. Блин. Я пошёл гуглить. Я помню и олди, и есть 4Х. Знакомые кланы. Только не гуглиться ничего, кроме профиля на ГГ. Спейл, говорит. Фейкер, конечно. Спейл. Есть 4Х, было достаточно клоунов, но нет. Ох ты какой! Смотри, как заговорил танкист. Заходим в следующую игру. Какие... Я чувствую, откуда пыли столько. А там послезали старики с этих спичек. Учился со спейл, но он гигом гу. Понтово, понтово. Но он плохо учился, да. Ладно, поехали. Давайте посмотрим за фогичем. О, форсир первым героем. Арчу съели. Как вообще волки могут съесть Арчу? Да и против... Против козла играть в хатхантеров, это новая тема. Но как же... Как же Лин хорош? Пошла база. Ну, правильно делать, что не... Хотя, может быть, и парочку хантера стоило добавлять. Для того, чтобы поохотиться лучше. На хатхантеров. Там уже чайник готов кидать, понимаете? Заряжен форсир. Ох, какой выстрел точный был в конце, видели? А, это был перевызов. Да, ну ладно, хорошо. То есть, тут будет у нас через, наверное, даже Таурена. То есть, нам нужно подстроиться, взять второго демон хантера. Я бы взял второго демон хантера, чтобы у нас хоть шансы были на... На мега лейт. Просветка есть, еще минус Арча. Окружить хочет форсируем. Да, есть. Прячь. Красава. Красава. Окружил ФСа. Но тут надо еще спастись. Прикопка. Минус Арча. Он не убежит. Это минус телепорт. Ну или минус форсир. Минус телепорт. Ох, спас Арчу. Блин, как на тоненького, а? С пингом-то 200 плюс. Это же сложновато контролить. Ну что, демон надо делать. О, не дай бог, сейчас по инерции алхимика возьмет. Он намучается с ним. Пошел к таверне. Серьезно? Ну форсир же, ну хэтхантеры, ну там же таурен. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну может панду, алхимик. Блин. У нас будут проблемы. У нас будут проблемы. В лейте. У них бот-рин. Хорошо, козлик ловит. О, еще сеточка. Отлично. Минус один точно. Минус два и минус три, возможно, даже. Таурен без томпа. Контроля никакого нет. Просветки, кстати, нет тоже. Этим надо пользоваться. Вторые волки, правда. У-у-у-у. Вторые волки бесячие. Одна Арча минус. Вторая тоже умрет. Такие криты. Идут. Фоги пытается Арчоя там подблочить, но... Так, ну что делать? Дальше-то. Хэтхантера не добили. Исследование завершено. Хоть волка прикапывай, реально. Наши войны вступили в пол. Здесь спелил двух весов. Короче, все криво. Все криво, к сожалению. Арчая умерла пачка просто. Хочешь что-нибудь взорвать? Не, если б... Если б я знал, что будет играть он таким образом, это... Это скорее фарси... Ой, это скорее кипер также. Но... Один барак. Экспанд. И выход в лорнице. Ну, то есть... Ну, и второй герой Дима. То есть он явно там идет в Т... Не, не в Т3 он идет. Он идет в Хэтхантеров с рейдерами. И со спиритволкерами. Это такой психованный Т2. Странный психованный Т2, который можно тупо масс Арчами законтрить, если б ты Арчи не терял. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о! Все, заблочил! Хорош! Форсира. Третьего форсира забрать можно на зевке! Хорош! Но это следствие потерянного телепорта. Это следствие... Следствие потерянного телепорта. Следствие предыдущего окружения. В том числе. И некупленного ТП, соответственно. Ай, молодец. Воспользовался возможностью. Красава. Но, блин, что делать с качаным тауреном? Ладно, посмотрим. Т3 пошел. То есть Фогич вообще плевать ему. на изменения в стратегии, плевать на то, что там не Блэйдмастер, а Форсир, и второй герой другой. Он просто гнет свою линию. Он ставит экспанты и строит с двух бараков в армию. Второй барак пошел. Крабика убил. Но минус третий ФС дает тебе темпа, дает тебе опыта, дает тебе инициативы. Ой, Лояр, привет. Вчера ты не был на трансляции, насколько я понимаю, пес. Ты пропустил великолепную десятичасовую трансляцию. А ты, между прочим, у нас специалист топовый. У вас там дружба идет с этим, с аспирантом вовсю. Есть оправдание какое? Ну, третий Таурен вырывается в арчи. Здравствуйте. Ну, ты где, Демон Хантер, когда он так нужен? Минус две арчи, минус хэтхантер. Еще штрафанет сейчас кого-нибудь. Вообще, рейдера бы, конечно, штрафануть. Нет, Гранта получается, раз он такой. Ну, 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 а ситочку влево, Кейн, ну чего ты, хэтхантер убить? Фоги не реагирует адекватно. Нычку надо проверять по таймингу, но это он делает. Молодец. База доделалась. Не, шансы есть. Виспы нейтрализуют форсира. Таурен на всех не потопает. С свитками можно как-то попробовать законтрить это. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Фогич строил с двух бараков гоф. Армию. Армию, да. Ну, это называли так раньше на сленге у нас. Настроил говно. Извините за французский, если кто-то ест. И обычно это какой-нибудь вот двухбарочная хрень. Просто много всего. Будем опять Шедера брать. Ну, Шедер нам не нужен, вообще-то. Как добытчик леса. Таурен пришел не иллюзия. Маска Соби хорошая. Шедера взял. Ну, для того, чтобы воевать, он взял Шедера. И пошел телепорт. Виспы. Ой, Виспы. Ну, за дисплей. Ты ж не успеешь. Все, Фоги ТП шится. Медленно. Очень медленно, Фогич. Ну, нужно собраться. Ты знаешь об экспанде. Ты знаешь, что он разводить может еще с Тауреном. 1-1 счет, друзья. 1-1. Проигравший топ-4. Победитель может еще по эльфам пройтись. Там Colorful и Moon. Ой, Фоги только ушел. Блин. Только ушел, к нему идут. К нему идут опять. Как он неаккуратно играет. Капец. Очень неаккуратно играет. Минус барак. Диспель. Молодец. Врывает Стаурен. Алхимика ловит. У нее есть Инвул. Инвул сразу? Арчи пытается... Где армия вообще в эльф? А, у нее Т3. Т3 и Hunter's Hall забытый. Не, ну это конечное. Стомп мимо, правда. Нельзя здесь фогище сражаться, конечно. Светокличение у врага. Арчи сейчас будет рассыпаться. Они не могут здесь ничего сделать. Алхимика окружают. Става у нас нет. Шреддер убирают. Минус 3 арчи. Минус шреддер. На одного рейдера. Появляется Арба. Алхимик умирает наверху. Ну, это очень невнятная стратегия, я вам так скажу. Ну, просто очень невнятная. То есть он как будто просто не знал, как ему реагировать. Он не среагировал на Эксман, не среагировал на Тауриена. Он понадавал арчи на старте. Он вышел... Очень непонятная тема. Подрезал Гранта. Сейчас база падает. И это конечное. Жалко, конечно. Ну, Лин показывает опыт. Понимаете? Показывает опыт, показывает знания. Показывает, как можно вариативно играть. Как можно проверять человека на гибкость. Да. Продолжение следует...